Супруга экс-президента страны Галина Дадон сегодня пришла на допрос в прокуратуру по борьбе с коррупцией. Три дня назад ей вручили повестку. Она проходит обвиняемые по так называемому делу о кульке по одному из четырех пунктов обвинения в незаконном обогащении. По данным прокуратуры, по этому делу ведется расследование в отношении ряда лиц о закрушении бывшего государства. Также имеется доказательство того, что они участвовали в совершении преступления. Напомним, Игорь Дадон был задержан 24 мая. Позже он был помещен под домашний арест. Дадон обвиняет в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании политической партии, преступной организации и государственной измене. Бывший глава государства утверждает, что это политическое дело, заведенное по указанию Майя Санду, что выдвинутые против него обвинения не обоснованы, а его задержание было произведено для того, чтобы отвлечь людей от проблем в стране. В свою очередь, Майя Санду неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в дела правосудия, заявляя, что не дает указаний прокурорам и судьям и просит их выполнять свою работу. Исполняющий обязанности генпрокурора ранее заявил, что не получает никаких указаний со стороны, и что прокуроры действуют, руководствуясь только законом. Дело в отношении мужчины, который пытался незаконно вывести в Румынию табак для кальяна, медикаменты и анаболические средства на сумму более 1,2 млн из очлеев, передано в суд. Как сообщает прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, нарушителя выявили в прошлом году на Леушенской таможне. Товар был спрятан в одном из запасных колес полуприцепа грузовика. 37-летний водитель из Новых Анен, сотрудник одной из транспортных компаний Румынии, сообщил, что ехал в соседнюю страну для погрузки, а конечным пунктом назначения была Италия. В прокуратуре отметили, что изъятый товар и автомобиль подлежат конфискации. Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы. Иностранная валюта, золото и транспортное средство. Таможенная служба информирует, что в рамках нескольких уголовных дел сотрудникам ведомства удалось изъять денежные средства в размере 8 млн 400 тыс. леев, 13 тыс. долларов США и 2 тыс. евро, полученных в результате преступных действий. Также сообщается, что по тем же уголовным делам были изъяты товары незаконного происхождения, килограмм золота и грузовик, стоимость которого составляет более 30 тыс. евро. Финансовые средства в леях ранее уже были переданы в агентство по возвращению активов при НЦБК, а суммы в иностранной валюте переведут в ближайшее время. Изъятые золото и транспортное средство поступят в ведение государственной налоговой службы. Депутаты Блока коммунистов и социалистов на сегодняшнем заседании парламента потребовали заслушать руководство Национального агентства по регулированию в энергетике по результатам проверок на автозаправочных станциях в связи с отсутствием некоторых видов топлива, особенно дизельного. Как заявила депутат Елена Боднаренко, такие слушания особенно необходимы в связи с началом сезона уборки урожая. В последнее время на некоторых автозаправочных станциях отсутствуют некоторые виды топлива, особенно дизельного. Мы знаем, что Наре провела необъявленные проверки. Просим включить в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания следующий вопрос в слушании руководства Наре по результатам внеплановых проверок. Однако это предложение не набрало необходимого количества голосов и не было включено в повестку дня. Напомним, на прошлой неделе на целом ряде заправочных станций закончилось дизельное топливо. Чтобы выяснить причину дефицита, Наре объявила о начале внезапных проверок. В Национальном агентстве по регулированию в энергетике нашему телеканалу заявили, что проверки продолжаются и их результаты будут представлены, когда Наре соберет всю информацию. Депутаты партии коммунистов и партии ШОР против марша ЛГБТ, который пройдет в воскресенье в столице. Знак протеста они вывесили на здании парламента плакаты. Парламентарии заявили на брифинге для прессы, что поддерживают традиционную семью и будут ее продвигать. Молдова не Содом. Молдова против фестиваля Прайд. Это лишь некоторые из размещенных на здании парламента плакатов, с помощью которых депутат от ПКРМ и партия ШОР решили выразить недовольство в связи с проведением марша ЛГБТ, который запланирован на 19 июня. Идет жестокая атака на общественную мораль, на наши традиции и основы семьи. Марш ЛГБТ, который хотят провести в воскресенье, преследует именно такую цель – разрушить семью в том понимании, как это определено Конституцией и всеми моральными нормами. Депутат от ПКРМ и партия ШОР потребовали отмены ЛГБТ марша. Они считают такое мероприятие неуместным на территории нашей страны. Ни для кого не секрет, что 90% наших граждан являются православными. Для нас это очень важный вопрос. Вопрос семьи, вопрос детей, вопрос демографии. Мы прекрасно понимаем, что именно вот эти ценности позволили существовать в Молдове на протяжении всех веков ее существования. И сохранение этих ценностей, сохранение этих идеалов является приоритетом в том числе для нас. С другой стороны, координатор программы «Гендер Док М» Анжелика Фролов сказала нашему телеканалу, что парламентарии не могут повлиять на решение организации о проведении мероприятия, но добавила, что несогласные вправе обратиться в суд. Они могут только высказать свое мнение против. Но если дело дойдет до дискриминации, мы сможем использовать юридические меры для судебного преследования. Их согласие или несогласие никоим образом не может повлиять на наше решение делать, что мы хотим, пользоваться своими правами. Я считаю, что речь идет о дискриминации, и мы обсудим это после фестиваля. Сейчас мы очень заняты его подготовкой. Проконсультируемся с нашим адвокатом, если она посчитает необходимым, обратимся в Совет по равенству, а также в суд. Ранее генеральный примар Кишинева Иоанн Чабан заявил, что не подпишет разрешение на проведение марша, который 19 июня планирует провести сообщество ЛГБТ+. После этого он сообщил в социальной сети о намерении изменить маршрут мероприятия, что, по его утверждению, законом разрешено. Столичный градоначальник предлагает другое место проведения – здание администрации президента, парламента и правительства. Представитель информационного центра «Гендердок М» Анжелика Фролов заявила нашему телеканалу, что закон о свободе собрания не позволяет Генпримару менять маршрут по своему усмотрению. Это возможно только по уважительной причине и по согласованию с организаторами мероприятия. В то же время против манифестации высказалась и митрополия Кишинева и всей Молдовы, которую, по ее заявлению, поддержали более 30 неправительственных организаций и общественных объединений. Комментируя позицию митрополии, Анжелика Фролов ранее заявила, что церковь может просить обо всем, что касается свободы вероисповедания. Двухлетний мальчик, который умер после того, как отец намазал его самодельной мазью на основе гербицида, используемого в сельском хозяйстве, был не единственным ребенком, получившим дома такое «лечение». Этой же субстанцией родственники пытались лечить и трех его братьев, сообщил заместитель директора районной больницы Штефан Воды, где скончался малыш. Дети госпитализированы в столичный институт матери и ребенка, а сейчас их здоровье в норме, говорят врачи. По данным полиции, мать для детей готовил дедушка. Местным властям предстоит решить дальнейшую судьбу малышей. Семья, в которой произошла трагедия, является социально уязвимой. Отец работает целыми днями, мать – домохозяйка, поясняет сельская медсестра. Она отказалась говорить на камеру, но рассказала нам, что в конце мая побывала у них. Уже тогда у детей были нарывы на теле, и она посоветовала родителям обратиться к дерматологу. Однако они этого не сделали. Позже сельский врач прописал им лечение на дому. Я пришла к ним 31 числа и сказала, возьмите то, что сказал вам врач, и купите не одну упаковку мази, а три-четыре, чтобы подольше хватило. Хорошо, ответили, мы смазываем. Повышенной температуры у детей не было. Веселые были. 9 мая родители должны были привезти на консультацию всех детей. Однако мать пришла только с одним из них, сказав врачу, что продолжают лечить остальных малышей. На следующий день врач и медсестра пришли к маленьким пациентам. С ними, по словам медсестры, тогда было все в порядке. 11 числа поступил вызов. Они позвонили мне и сказали, что у ребенка высокая температура. Я им сказала дать парацетамол, пока приду, но быстро надо вызвать скорую. Ребенка увезла скорой и доставила в реанимацию. Состояние было тяжелое. Потом уже узнала, что детей смазывали не тем, чем нужно. По словам заместителя директора районной больницы, ребенок поступил в реанимацию в состоянии агонии и вскоре скончался. У ребенка произошла остановка сердца. Реанимационные действия не дали результата и в 22-25 констатировали смерть. Как заявил врач, была вызвана полиция и после разговора с матерью выяснилось, что двухлетний малыш был отравлен ядовитым гербицидом, используемым в сельском хозяйстве. На его основе была изготовлена мазь, которой его лечили. Они сделали мазь, и отец его смазывал. Желтеют ладони, ступни. Очень хорошо видно. В том числе и волосы могут пожелтеть. К сожалению, это очень-очень агрессивная отрава. Патологоанатом районной больницы отказался назвать нам причину смерти мальчика. Абсолютно ничего. Это даже не обсуждается. В последний раз вам говорю. Также выяснилось, что данным веществом смазывали и остальных троих детей этой семьи, которым 8 месяцев, 4 года и 6 лет. 12 июня малыши были доставлены в институт матери и ребенка, где они находятся до сих пор. В настоящее время состояние вне опасности. Они отравили субстанции мазью, которая, как предполагается, предназначена для ветеринарного использования. Соответственно, была высокая угроза их здоровью. Поэтому было принято решение перевести их к нам. По словам примара села, который также отказался говорить на камеру, комиссия, состоящая из представителей местной полиции, примарии и органа социального обеспечения, решит судьбу трех детей. Можно ли вернуть их в семью? В четверг в 9 мы снова соберемся, чтобы решить, как поступить с остальными детьми. Приходил и их отец, и дед. Во избежание подобных трагических случаев, специалисты рекомендуют родителям не прибегать к самостоятельному лечению детей, а применять только лекарственные препараты, прописанные врачами. Из-за нехватки времени не вызывают скорую, и родители пытаются найти выход в ситуации самостоятельно. Мы, врачи, призываем всех родителей обращаться за медпомощью только к квалифицированному медицинскому персоналу, чтобы дети получали адекватное и безвредное лечение. Потому что любая манипуляция, не скоординированная с врачом, может оказаться фатальной. В полиции возбуждено уголовное дело по данному инциденту. По факту неоказания помощи, что привело к гибели человека, предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет. Предстоит провести допросы и собрать доказательства. Предполагается, что дед изготовил мазь, а отец нанес ее. Трагедия произошла вечером 11 июня в одном из сел района Штефанводы. Во вторник малыша провели в последний путь. Продолжаем выпуск. Стоимость бензина несколько снизилась, а дистопливо превысит 32 леи за литр. Согласно новым предельным ценам, установленным на Рэ на 17 июня, литр бензина будет стоить 33 леи и 80 банов, что на 10 банов меньше, чем сегодня. А за литр дизельного топлива водителям придется платить дороже на 30 банов, то есть 32 леи и 24 бана. С начала года бензин подорожал на 12 леев и 70 банов, а дизельное топливо на 14 леев и 51 бан. Ранее НРЭ объяснила подорожание горючего дефицитом нефтепродуктов из-за войны в Украине и отказом государства Европейского Союза импортировать нефть и нефтепродукты из Российской Федерации. Это, по словам регулятора, привело к значительному росту цен на топливо на международном уровне. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 22.30 на Археи ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. КОМФОРТНЫЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ КОМФОРТНЫЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ